приветствую вас на моем канале и так в этом видео мы будем получать золото да да вы не поверите ребята из воды и самой обычной воды который плавает в озере в речке плывет все дело в том что кто не знает в обычной воде каждый день мимо нас проплывают свободные молекулы золота их много килограммы золота проплывают вокруг ног наших и мы с котенком будем это золото ловить есть способ один нам понадобится что бутылочка нам подрежь бутылочку подрежь давай конечно сделаю вот раз могу даже я подрежь аккуратно подрежь сейчас котенок подрежет ну вот бутылочку аленка подрезала теперь добавь 2 ложечки угля активированного в бутылку в эту полных да эти аккуратно все отлично сбрызги просто водой брызгалка у нас поломалась котенок поломал подрежь бутылку и напротив ровно так по супругам было примерно до смотри в палец аккуратно молодец отлично теперь теперь продень вот эту вот леску можно веревочку нет вот одно возьми и продень в дырочке аккуратно молодец это все что надо для того чтобы поймать свободные молекулы золота что мы и сделаем сейчас теперь ровно возьми за два конца и эту бутылочку мы сейчас опустим в озеро байкал да я завяжу тогда хорошо ладно через неделю придем и там будет золото молекулы дальше обработаем это специальным раствором без кислотным как они применяют на заводе раствор для доработки активированного угля мы также доработаем и получим наше золото сколько будет не знаю даже если будет немного это хорошо еще один узелок завяжи ну вот приехали мы на самое обычное озеро зеленая мутная вода то что она зеленая это хорошо но это могут быть и водоросли и вообще просто от растений ну зеленый цвет все равно вода же омывается об камни может быть и золото котенок вот держит в руках уголь активированной с бутылочкой да и сейчас мы сюда вот это опустим в эту воду вот этот уголь будет насыщаться молекулами золота а мы же его привяжем для этого и сделали веревочку да ну котенок что набираем воду давай набирай воду набирай набирай не бойся что туда это попадает это ерунда потом мы это все очистим просто надо набрать воды еще одна бери чуть-чуть руками так можно до верха набрать да вот нам надо чтобы она потом утонула вот почему покажи покажи котенок ну вот мы набрали воду и сейчас мы ее опустим в озеро и она будет насыщаться молекулами золота да котенок наша бутылочка утонула здорово через неделю придем уголь должен насытиться молекулами золота да через неделю придем да через неделю молодец котенок все сделала умничка чё котенок идем забирать нашу баночку с активированным углем что там у нас может быть золото молекулы 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 золото ну чё котенок наша баночка на месте тама да да ну чё достаем тогда и ага ну сейчас то я достану и посмотрим чё там так баночку я достал баночку я достал и посмотрим ухты а он изменился в цвете котенок смотри это хорошо смотри чего видит это знаешь что это может быть наше золото видно не видно вот я достал баночку вот прошла неделя уголь питал в себя молекулы баночка была открыта как видите уголь никуда не делся что меня видно видно вот разумеется куда бы он делся вода сюда заходила то есть молекулы свободные и уголь реагировал с ними то есть я уверен на сто процентов что уголь напитался молекулами золота ну вот мы пришли домой сейчас я буду растворять полученный осадок активированного угля который в себя мог впитать молекулы золота буду его растворять в царской водке вот я решил не применять специальные растворы щелочные вот пример вот такой щелочной раствор может перевести снова золото в раствор который применяют на заводах при извлечении золото из рут потому что я буду применять на финишной стадии гидрозин гидрат вот и поэтому я решил отказаться от щелочного раствора гидрозин реагирует с ним поэтому поэтому просто растворю все в царской водке и поэтому эту часть я решил показать без детей без участия потому что кислота нельзя чтоб они рядом были итак подрезаем бутылочку просто уберу детей отпускать кислотам нельзя потому что выделяются пары вредные пусть пока котенок мультики посмотрит вот а я похимечу немного и это все сюда перекидываем это видео не является фейком каким-то что будет то я и покажу так мы все перекинул неделю этот уголь у нас находился в воде в озере вода какая-то зеленоватая кто знает ну это конечно растения я понимаю но мало ли так соляная кислота столько я взял пойдет наливаю так налил ух ты что-то начало реагировать и раствор прям позеленел сразу что же это может быть интересно что-то он впитал в себя ребята смотрите смотрите какой раствор стал зеленый обалдеть и добавляем азотную кислоту столько же примерно один к одному пойдет так я вот так вот сделал все шипит шипит что-то там растворяется ребята так и ставлю на плитку сейчас это прокипячу немного и отфильтрую выделяются бурые пары значит кислота с чем-то реагирует я начал фильтровать раствор и вот такой получается раствор зеленоватого цвета интересно судя по цвету такое впечатление как будто в растворе очень много меди неужели уголь активированный впитывает в себя молекулы меди ну побрызгать может и котенок это уже безопасно ну все пойдет молодец котенок хочет посмотреть ей не обязательно что-то делать я наверное все перелью сюда сейчас здесь будет лучше видно вот он раствор кстати я говорю он какой-то зеленый как будто там меди много вы посмотрите ребята это из этого угля а был черный ну то уголь был черный так переливаю сюда вот так вот ну все добавляю воды еще немного вот воды чтобы он не такой кислый был ну так пойдет все он такой вставал и теперь можно применять гидрозин набираю гидрозин гидрат я сам добавлю не обязательно котенку это делать гидрозин тоже является таким не то что опасным но у меня разбавленный кстати гидрозин я думаю вот такой крышечки хватит вот такой крышечки так чтобы было видно вот добавляю это мы смотрим золото есть если он сейчас почернеет это хорошо это золото так добавляю вот добавил мешаю пока пока ничего не потемнело может в течение минуты потемнеть чуть-чуть потемнело ну может быть совсем чуть-чуть и есть там хоть бы совсем чуть-чуть было раствор какой-то зеленый как будто в нем медь он может говорю в течение минуты сейчас потемнеть вот ждем бывает гидрозина просто надо больше лить из-за кислоты и поэтому не сразу темнеет ну это эксперимент не значит что золото должно быть в воде вообще оно там есть я точно знаю но он чуть-чуть вот как будто стал такой чуть-чуть потемнел вот что-то видно же если тут золото есть значит надо просто подождать немного чтобы осадок сел на дно раствор немного потемнел немного такой стал мутноватый как будто выделился осадок золото как будто что-то есть немного я светил сейчас фонариком но если есть то тогда надо просто подождать ну вот прошли сутки ну вот прошли сутки и сейчас мы посмотрим есть золото или нет вчера я добавлял сюда гидрозин так переливаю большую часть раствора шпырецом шпырецом к примеру сюда Рома можно мне перелить? давайте посмотрим есть золото или нет так так нет или что-то есть как будто микро микро вообще то есть 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 микро микро вот оно в центре скапливается в самом центре вот 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 почти нету совсем чуть-чуть есть так я это переливаю вот сюда так просто вылью остатки можно было в принципе вылить как котенок говорил так нечего нету ну что-то там еле-еле вот видно как будто и есть вот 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 он вот я делаю и вот он скапливается в самом вот центре вот 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 садок этот считай и нету его да так к этому раствору мы к зеленому такому добавляем кусочек железа посмотрим медь это или что что там уголь впитал еще банку разобью так ну я откинул железку эту и по-моему на ней начала нарастать медь что в воде столько меди много или аленка мы с тобой медь нашли смотри ну вот это раствор это же медь ну-ка смотри нет ну мы же из воды его достали ты понимаешь разница есть вот и вот блин точно медь ребятки смотрите медь в воде ну вот медью покрылась красной обалдеть в воде медь представляете сколько в воде меди вот медь я не думаю что медь будет думал золото будет а тут человек желает бог располагает это тоже своего рода результат ведь я из воды это получил рассчитывал конечно золото и вроде как получил он там микро при микро есть вот совсем еле-еле вон он темный осадок он он скапливается еле-еле это из воды вот ты тому не увидишь вот если видишь смотри видишь вот темненькой вон осадок такой видишь да туда туда не надо сувать лицо там нету конечно вредных веществ но зачем туда лицом заглядывать это есть черненькое золото наше вот это вот вот она на золотое должно быть а не чёрное сейчас я это растворю это микро капельки эти золота посмотрю золото это или нет так я добавил еще немного соляной кислоты мне поделывать ничего не надо если золото и есть хотя бы сейчас окраситься вот сколько может быть из воды золото причем это еще не все золото так ну вроде уже все растворилась то черная до теперь не скапливается берем олова так вот олова берем капельку олова и должна проявиться такая ну сами знаете темная краска лиловая или просто темная так я добавил и ничего нету то есть это говорит о том что золото возможно и было но только настолько мало что даже проявиться трудно даже одной капли нет золота просто помутнела что-то обесцветилась чуть-чуть как будто потемнел он не исключено что это золото наше опять сейчас она растворится снова короче я считаю что золото есть на на объем сами понимаете уголь активированный может впитывать себя по ходу медь использовать его для радио детали где вы растворили все вместе не получится наверное так вот котенок твои идеи при помощи твоих идей что мы нашли медь возможно и золото на 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 объем напоследок хочу вам показать сколько выделилась меди через сутки просто сливаю ненужный раствор и смотрим что и сколько получилось вот сколько меди получилось жаль что не золото но это же из воды из радиодетали получить золото медь и другие металлы это само собой но вот из воды думаю это единственное видео на всем ютубе с подобным экспериментом а на этом конец будут еще безумные эксперименты именно безбашенные идеи приводят к сенсационным открытиям а если вам понравилось видео можете спасибо сказать юному химику это ее идея была а